В Кирове 13 часов и 5 минут. Это программа «Дневной разворот». У микрофона Владимир Сметанин. И эту передачу я предлагаю считать совместным проектом радиостанции Кировград и портала «Первый источник». Потому что напротив меня в качестве соведущего сегодня в этой передаче выступает Антон Погодин, главный редактор портала «Первый источник», спортивный журналист, уж так вот мне написали тебе представить, да, автор телеграм-канала Погодин. Это бы я сам сказал, да, без всякого напоминания. Добрый день, Владимир. Да, Антон, добрый день. И говорить мы, разумеется, будем о спорте, потому что в одиночку мне бы тяжело, наверное, было об этом беседовать. А коли уж Антон специалист в этих вопросах, то я думаю, что мы с нашими гостями сегодня прекрасно пообщаемся. Между прочим, знаковая передача. Впервые в СМИ, именно в Кирове, мы будем общаться с новым, да, пока еще можно использовать этот термин, новым главным тренером футбольного клуба «Динамо Киров» Виктором Булатовым. Виктор Геннадьевич, здравствуйте. Добрый день. Да. И также с нами в студии находится генеральный директор нашего футбольного клуба «Динамо» Егор Дрожачих. Егор, здравствуйте. Добрый день. Да. Ну, сразу же надо сказать, что фамилия Булатов вообще для Кировской области, она, ну, своя, родная, так ведь? Вы знаете эту историю, да? У меня уже губернатор при первой встрече. Да, вы знаете эту историю. Ну, я не знал, да, не знал, вот недавно только что. В мае, накануне буквально 9 мая этого года Министерство иностранных дел у нас официально признали, что знаменосец победы Григорий Булатов именно одним из первых, первым, самым первым подрузил знамя победы над Рейхстадом. Да. Приятно, что однофамильцы. Да. Так что надеемся, что вы у нас задержитесь на максимально долгий срок. Ну, у вас, конечно, непростая задача. Любители футбола в Кирове, я думаю, что до сих пор, наверное, еще переживают, да, тот факт, что профессиональной командой не стало и тяжело переживали вот этот период, промежуток времени. Вы пришли, согласились, повстречались с руководством области в том числе. С каким настроем уже сейчас, Виктор Геннадьевич, работаете, освоились уже, успели? Ну, я скажу, с первой встречи моей, когда я встречался с губернатором и с главой федерации Комаровым Алексеем Александровичем, у меня приятные впечатления. И, как бы, они задают, власть имущие задают настрой своим отношениям, своим желанием возродить футбол. А это желание, наверное, передается и директору, я думаю, Егору Валерьевичу, и мне передается их желание возродить футбол. И с хорошим настроением, я считаю, мы работаем. Да, есть цветнот времени, необходимо вот короткий срок создать команду, селекцию провести. Ну, много организационных вопросов, в том числе и на мне лежит, но я повторюсь, что с хорошим настроением работаем. А вообще наша ситуация Кировская, она уникальная? Вот была профессиональная команда, ее не стало, сейчас мы ее снова возрождаем. Или, в общем-то, для России это такое? Нет, для российского футбола это распространенная ситуация, много команд закрывается, открывается. Здесь хочется пожелать, лишь бы сейчас она уже надолго открылась. В общем, можно воспринимать, как такую нормальную текущую жизнь со всеми. Ну, нормально, но с положительным контекстом, что все-таки Киров, где есть футбольные традиции, где футбол любят, команда возродилась. Совсем недавно вы возглавляли еще футбольный клуб Челябинск. Да. А можно я как раз по этому поводу вопрос задам? Казалось бы, когда тренер приходит из предыдущего клуба, он в свой новый клуб приглашает игроков из своего старого. Однако на данный момент из Челябинска никто в Динамо не перешел. Никого не звали или не согласились сюда переходить? Как вот, можно секреты раскрыть какие-то? Ну, во-первых, там большинство местных ребят, да, там политика до меня была, сейчас политика резко поменялась. Было, чтобы 70% было местных. И в основном там местные ребята, и как-то тяжело. Я даже местных и не пытался уговорить. Они там, ну, играют в родном городе, и смысл им ехать в Киров во вторую лигу. То есть местные, выращенные своей футбольной школой. Да, 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 там 70% местных, да. И поэтому я смысла не видел. Да, вот как приезжим, я пару футболистов, одному конкретно делал и предложение, он отказался. Вот в этом суть, что там в основном местные футболисты. Ну, я считаю, что вот, которая здесь селекция прошла, она как бы, ну, я уверен, что есть такое, видимо, что не хуже, чем в селябинских футболистах. Да, кстати, о селекции. 5 июля была пресс-конференция, на которой принимали участие и вы, и Егор Валерич. Вы как раз сказали, что на тот момент состав «Динамо» сформирован на 70-80%. С тех пор клуб объявил о подписании еще нескольких контрактов с футболистами. Можно ли сказать, что сейчас селекция в «Динамо» закончена? Ну, я думаю, на 95%. Может быть, и этим составом доиграем осеннюю часть. Может быть, один, ну, два максимум появятся. Один или два. Как вообще происходит, в принципе, подбор кадров футболистов? Как вы на них выходите? Ну, здесь есть ряд агентов, с которыми я общаюсь. Звонишь агентам, говоришь позиции, говоришь условия. Они присылают футболистов. Начинаешь с разных сторон этого футболиста собирать информацию, в том числе и видео. Видео презентации, открытки, визитки. Нет, система есть в интернете. Там был институт, сейчас Рустат. Ты набираешь фамилию, там есть видео нарезки этого футболиста. Потом там звонишь кого-то, знаешь тренером, собираешь информацию. Потом уже приглашаешь. Некоторые варианты там на просмотр не едут. Рискуешь сразу на контракт, как бы, ну, имея уверенность, что человеку поможет. Поэтому, ну, через агентов, как у нас в российском футболе, по-другому никак. Возраст имеет значение футболистов? Не знаю, вы приверженец? Как можно более молодых набирается? В данном случае возраст не имел значения, потому что задача за две недели до чемпионата собрать команду, просто вот, ну, непростая, да? Здесь из местных футболистов у нас получается вот трое сейчас, ну, я думаю, которые вот именно претендуют на состав, три человека. А вот остальных надо было в срочном порядке пригласить. Поэтому возраст не имел значения. Задача, чтобы здесь и сегодня человек мог помочь, здесь и сегодня встал и уже смог давать результат. Я правильно понимаю, что вы, конкретно вы ввели переговоры и с игроками, и с их агентами, и, соответственно, уже под свое имя приглашали этих игроков сюда, в Киров, в Динамо? Да, 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 а уже Егор Валерьевич по условиям. Соответственно, насколько это тяжело вообще и тренировать команду, и, по большому счету, вести ее селекцию? Ну, имел опыт уже из других команд, как привычка, и опыт уже есть. Ну, конечно, это отвлекает, в идеале, там, если какой-нибудь спортивный директор, да, там, в команде, и он имеет, там, может, и более какой-то обхват больше, да, и, которым, есть главные условия, чтобы мы в унисон работали, да, иногда легче одному, если какой-то идет, бывали случаи, если идет разнобой, да, разное видение, где-то по разному виду спортивный директор, тренер, то это еще хуже. В данном случае есть свои плюсы, что я точно уверен, что этот футболист подходит под свой стиль, и ты набираешь футболистов именно вот под свое видение, в этом плюс есть. Ну, да, отвлекает, но я думаю, что у нас хороший тренерский штаб. Наверное, есть ощущение, что в целом справляемся. Егор Валерьевич, я правильно понимаю, что как только игрока тренер находит под себя, он приходит к вам и говорит, мне нужен этот игрок, и, соответственно, вы уже ищете под него некое финансирование, там, вы смотрите, какую зарплату ему можно дать, и вообще, возможно ли его вписать в финансовый бюджет клуба. Да, конечно, совершенно верно. А были ли такие ситуации, когда вот, ну, вы говорили, извините, Виктор Геннадьевич, денег на этого игрока нет? Виктор Геннадьевич предоставлял нам все данные, а мы компромиссы могли уже найти с игроком. Уже напрямую, вдвоем, лично. То есть кто-то из игроков, может быть, пошел на меньшее условие, чем изначально? То есть было и такое, да, что кого-то удалось, извините за выражение, там, уронить по зарплате? Ну, если так, то да. Хорошо. Вообще вопрос зарплаты, он первостепенен в поиске игрока? В приглашении? Ну, вернусь к предыдущему вопросу, как бы Егор Валерьевич мне давал очертания зарплатного фонда, да? То есть сколько вообще, в принципе, можете позволить? Да, да, заработный фонд, на месячный заработный фонд, команда, которая идет на футболистов. Исходя из этого фонда, я уже как бы ориентируюсь и составляю список футболистов, где мы должны вместиться. А вопрос, что имеет ли значение зарплата, да? Да. Да, первоочередной ли это вопрос, именно вот в цифре заключается вся суда для футболиста? Или какие-то дополнительные условия еще тоже могут сыграть такую весомую роль? Здесь зависит от возраста, да. Есть варианты, когда молодой футболист, и он видит и чувствует, что придя сюда, он будет играть, он зарплату большого значения не придает и готов где-то там на меньшие условия пойти. Были у нас такие ситуации, да, он видит себе перспективу, главное понимать, что если будет играть в будущем, может больше заработать. А есть варианты, которые уже возрастные футболисты, для которых этот вопрос принципиальный. Поэтому здесь разные ситуации, которым надо здесь и сегодня уже кормить семью, дети, там, ну, банально семья, и поэтому для них, конечно, вопрос зарплаты первого. Можно я продолжу вопрос состава? Я сегодня, когда готовился к программе, насчитал в составе «Динамо» 18 новичков. Те, кто опубликованы на официальных ресурсах клуба, но я так понимаю, что сюда не входят еще игроки молодежного состава, да, которые сейчас играют у нас по «Золотому кольцу». Вот этого количества игроков его хватит на сезон или еще там постепенно, может быть, до конца заявочной кампании? Вообще задача сколько стоит, да, набрать игроков? Сейчас мы начнем, 22-го стартуем, да, и в зависимости, как у нас будут складываться дела, уже будем вот решать, добавлять одного-двоих. Да, мы надеемся на местных футболистов, вот в данном случае хорошо себя проявляет Джамшет Фоминых, мы надеемся на него, и желание уже в первую игру взять, если получится, там организационные моменты заявки, есть нюансы. Поэтому рассчитывая на молодых, да, смотрим, следим, и в тесном контакте с Сергеем Владимировичем Кутелем, который постоянно на наших тренировках присутствует, и докладывает, кто как там себя проявляет в молодежной команде. Да, вообще по поводу количества-то наших местных игроков, их, они есть? Виктор Геннадьевич сказал, что как минимум три игрока будут в составе Кирова. Артем Пасько, Максим Гребенев и Иван Фололеев, это вот местные кировские воспитанники, которые вот в эти 18 ходят. Но задача ведь стоит наверняка увеличить количество своих воспитанников, а в составе Тинамо. Ну, конечно, это есть приоритет, что вообще среди прочих равных, конечно, выбор делать в пользу кировских футболистов, но здесь надо трезво реально смотреть на вещь, что все-таки 7 лет был пробел. Соответствуют ли они вообще уровню? Да, 7 лет не было профессионального футбола, и на данный момент просто, как бы, ну, можно сказать, местных футболистов, других, которые, желающих прийти в команду, их нет. Есть только вот молодежная команда, где футболисты играют 2004-2005 года, которые, как бы, ну, еще молодые. Им еще годик-два, наверное, поокрепнуть, да? Годик-два надо окрепнуть, и именно, ну, это для них плюс, что вот появился ориентир, и надеюсь, они быстрее будут расти. Вы уже успели познакомиться, да, с тем, как наша молодежь играет? Я смотрел видео, да, и, ну, мы постоянно вот на каждую тренировку по 5-6 футболистов привлекаем. Всего того, что у нас всего 18, да, и нас получается из них 16 полевых, на тренировке должно быть 20-21 полевой, кто-то там может, там, по траме у нас были, пропускали. Поэтому на каждую тренировку мы привлекаем по 5-6 футболистов в молодежной команде, и они с нами вместе тренируются. Еще один вопрос по составу. Виктор Геннадьевич, как вот из этой разномастной компании футболистов сделать единую команду? Потому что многие из них играли в самых разных клубах. Кто-то играл в Ижевске, кто-то играл в чемпионате Крыма, кто-то играл в других командах. То есть их как-то нужно объединить. Вы какой-то тимбилдинг, может быть, проводите, собрание, ужины, шашлыки. Тем более, что до первого официального матча осталось всего ничего. Я напомню, что уже 22-го числа «Динамо» играет на выезде в Дзержинске против местного «Химика». Времени на то, чтобы сделать команду уже совсем-совсем немного. Вы правильно говорите, что надо успеть команду сделать, и сделать ее как на футбольном поле, в плане профессионализма, чтобы они понимали взаимодействие, играли синхронно, каждый маневр друг друга знали, чувствовали на поле. Но и в быту, чтобы это была единая команда, чтобы были заряжены одной целью. Вот это футбольная химия была. Мы планируем 20-го сделать такой билдинг командный, как бы сплачено, тимбилдинг. 20-го у нас в планах есть мероприятие, совместный обед, посещение, выезд за город. Соответственно, 21-го вы уезжаете уже на поезде, наверное, в Дзержинск. Да, далее у вас выездной матч в Санкт-Петербурге, и свой первый домашний матч Динамо проведет 6-го августа, если не ошибаюсь. Может, я ошибаюсь, но мы первый домашний матч можем на кубок провести, нет? Возможно, да, еще не было. А еще календаря кубка не было? 2-го августа. 2-го августа. Запомним дату, возможно, увидим чуть пораньше. Я предлагаю просто с более такого общего вопроса, все-таки, для тех, кто не слишком погружен в эти вопросы. Динамо где будет, на каком уровне сейчас будут играть, да? Как это официально называется? Ну, это называется второй дивизион зона Б. Вторая лига зона Б. По сравнению с тем, что было, это примерно, мы с Антоном немножко переговорили. Примерно то же самое, только сейчас. Я так, насколько я понял, что в этом году вторую лигу разделили на несколько, во-первых, группы, и каждую группу еще разделили на несколько вот этих вот группа А и Б. Группа А – это те, кто там вылетели из первой лиги, плюс более сильные команды прошлого чемпионата. Группа Б – это вот примерно такие же новички, условно, как Динамо, которая возродилась, плюс команды, которые заняли более низкие места во втором дивизионе в прошлом году. Ну, после четвертого места. Да. Там мудреный регламент. Очень. Дивизион А разделен на две подгруппы. Это группа золотая и серебряная. Чтобы, например, добраться сейчас до ФНЛ, надо там, условно, семь кругов Ада пройти. Ну, и я, наверное, дополню, что вот этот чемпионат, который Динамо, начиная, да, 6 августа, он продлится полтора года, и он будет переходным. Нет, сейчас чемпионат полгода идет. Полгода. А, это отдельный чемпионат будет. Вот отдельный чемпионат, 18 команд. Может, вот Игорь Овлевич. Да, ну, подсказывайте. 18 команд. 17 играм нужно провести. 9 на выезде. 8 дома. Так получилось по календарю. Видимо, может, мы новички. Нас отправили больше на выезд, конечно. Не от нас это было зависеть, да. Вот, и плюс кубковые игры, которые на вылет, на вылет по новой системе пути регионов и пути РПЛ. То есть, такая... Мы в пути регионов. Мы в пути регионов, конечно. Вот. А так будут выезды непростые для нас. Это Иркутск, очень далеко, Калининград. И два... Прям география такая обширная. Обширная, абсолютно, да. И плюс два с логистикой, не очень удобные. Это Великий Луки и Великий Новгород. Вот, тоже, можно сказать, там на границах Великий Луки. Вот такой календарь. Ну, я примерно так прикинул, зная, сколько там, примерно стоят билеты до Иркутска, до Калининграда. Каждый из этих выездов, ну, наверное, около миллиона для команды будет стоить. Совершенно верно. Это не секрет. Билеты в открытый доступ. Причем, когда покупаешь, соответственно, билеты заранее, они, естественно, дешевле. Ну, да. Спортсмены в общем порядке передвигаются. Конечно. На обычном транспорте. На обычном транспорте, вот, со всеми обычными гражданами. У нас нет самолета, да, частного там, и не можем себе позволить. Ну, в принципе, вторая лига наверняка вся передвигается. Автобусы, поезд. Ну, конечно. В лучшем случае это эконом-класс самолета. Совершенно верно. Победа. Ну, раз уж про деньги заговорили, может быть, продолжим немножко бюджет команды на данный момент. Какой? Из чего он будет формироваться? Ну, я думаю, что на пресс-конференции озвучивали эти вопросы там. Вопрос такой был, да. Да, вопрос был. Насколько я знаю, сейчас, не знаю, Егор Валерьевич подтвердит, может быть, опровергнет. Из чего будет формироваться, да? Уже было сказано, он говорил, что составлять из денег областной субсидии и денег спонсорских. Да, насколько я знаю, что сумма региональной субсидии составляет 25 миллионов рублей. Совершенно верно. Все правильно. А есть ли какие-то подвижки с поиском спонсоров, инвесторов, которые готовы вложить? Конечно, перегоры идут. Они идут полным ходом. Как вообще эта работа происходит? Вы конкретно обращаетесь к руководителям неких предприятий? Или они сами на вас выходят? Конечно, заинтересованы. Я думаю, что не только мы заинтересованы нашей команде, да. И предприниматели, которые любят футбол, которые и сами играли в свою... Сейчас могут помочь родной команде с средствами. То есть, я думаю, что где-то, может быть, через концу июля уже будет окончательно сформирован у нас бюджет. На что в первую очередь сейчас требуются средства? Ну, кроме поездок, разумеется. Форма уже есть. Обувь есть, инвентарь есть. Экипировка к нам пришла, да. Конечно, сейчас везде проблема с логистикой. У нас идет экипировка за границей. И немножечко еще не вся пришла. Экипировка у нас есть. Билеты мы купили на первый выезд. Все, гостиница забронирована. И на второй уже мы все организовали. И сейчас у нас работа идет на дальнейшее. Чем мы раньше купим билеты, тем они будут дешевле. Ну, конечно, сказали об этом. Хотя вот сейчас в Санкт-Петербург оказался не очень дешевый билет. Форма чем-то будет отличаться от той, что была у динамовцев? Ну, у нас цвета, цвета у нас бело-голубые. Бело-голубые, конечно, да. И форма под это у нас заказана, под эти цвета. То есть, экипировка именно потом. После экипировки даже не знаю, что еще. Какие средства? Ну, наверное, у нас на контрактах уже футболисты, да. И 20-го числа у нас уже аванс. Зарплатный фонд никто не отменяет. 20-го числа аванс, 5-го числа зарплата. То есть, так вот, наверное. Какие задачи ставятся, Виктор Геннадьевич, вами, перед игроками? Мы сразу претендуем на большее. Побеждать каждый игрок. Побеждать. Сейчас, конечно, перед сезоном. Я думаю, что на выезде в Дзержинске там соберемся, поговорим. Каких-то конкретных задач, конечно, не ставится, пока команда новая. Но, наверное, заявите себе. Быть как минимум в середине. Это задача минимум. А там дальше уже, конечно, будем стремиться банально, но победе в каждом матче. А есть для вас, Виктор Геннадьевич, команды в нашей группе второй лиги, игр с которыми для вас будут наиболее принципиальны? Ну, в Дзержинске, можно сказать, отчасти. Потому что вы тренировали там, работали. Первая выездная игра, да. Мы там нормально расстались, нормально у меня были друзей много там. Наверное, какой-то принципиальность будет, да. То есть, встретитесь со старыми друзьями. Со своими бывшими, ну, вернее, в хорошем смысле. У нас есть еще время перед рекламой? У нас главная задача, чтобы привлечение болельщиков на стадион к нам, вернуть болельщиков. Потому что 17-й год, это сколько лет прошло? Шесть лет уже прошло закрытие команд. Давайте тогда напомним, где будет проводить домашние матчи футбольный клуб «Динамо» в этом сезоне. На стадионе «Вятшор», Ленинградская 1Б. Да, ну, понимаем. Район Филейки, да, район Филейки, если можно так назвать. Как состояние стадиона оцениваете? Футбольное поле, если давайте начнем с самого, да. Футбольное поле у нас новое, получается, предоставленное Российским футбольным союзом. Ему буквально два месяца, то есть оно, я считаю, идеально. Оно соответствует всем предъявлениям требований. Да, оно сертифицировано, да, конечно. А на стадионе работа сейчас ведется к первой домашней игре. Надеюсь, что все будет готово. То есть нужно подготовить места для приема болельщиков, да, в том числе? Совершенно верно, и не только, и дополнительно трибуну поставить, успеть. Потому что всего там мещает 500 человек, мы хотим увеличить до 1000, хотя бы уже. В два раза побольше. Да, и, конечно, отдельное для активных фанатов. Причем еще для фанатов, наверное, гостевой команды. Гостевой, да. Ожидаем, что «Зенит-2» привезет очень много болельщиков, на самом деле. «Зенит-2», если я не ошибаюсь, игра будет в середине ноября. Или октября. По-моему, ноября, в 12-го числа, по-моему, достаточно. Холодновато должно быть уже в Кирове, да. Снег уже может выпасть. Так что мы их ждем в большом количестве, так как сейчас из-за фан-ид, да, если так эту тему можно поднять, они не ездят за основой команды, а за второй они любят. И Киров, они еще у них в галочке не стоят. Еще не пробивали. Да, да, да. Ясно, ясно. Виктор Геннадьевич, у меня вот такой вопрос. Когда смотрел состав команды, сложилось такое ощущение, впечатление, что вы подбирали игроков для того, с целью, чтобы на каждой позиции было минимум по два игрока, чтобы позиция была дублирована. Так ли это? Или все ли позиции удалось продублировать? Ну, в силу того, что у нас сейчас 16 полевых, просто нереально продублировать два человека на одну позицию. Я старался брать футболистов, которые могут сыграть на нескольких позициях, чтобы вот этот некий универсализм спасал нас. И можно было рассчитывать на вот универсальный. То есть на случай травм, на случай карточек, перебора и так далее. Ну, например, сейчас, да, мы, честно говоря, вот сейчас такой у нас неприятный, такая нежная ситуация, что мы готовились к первой игре. И, ну, это в силу нашей организации. Только вот пять дней назад узнали, что у нас два основных футболиста, которых мы наигрывали, пропускают первый тур. Из-за перебора карточек в прошлом сезоне? Да, из-за получения красных карточек в последнем матче того сезона. И сейчас у нас вот именно на первую игру совсем уже ограничен состав. А там, как так получилось? Это хорошо, что узнали сейчас, когда они на игре сыграли мальчик. Как так получилось? Игроки такие достаточно агрессивные? Ну, футбол такой вид спорта. Эмоции же, эмоции. Не, ну, один получил две желтые, там, чисто рядовые. Рядовые, да. А второй именно за эмоции, которые там что-то успел... После игры. Причем две игры получил. Не одно, а две игры. То есть оно и в Питер тоже не полетит. Питер тоже не полетит. Хотя новая реформа, да, чемпионаты, возможно, могли бы нам пойти на уступки. Но, к сожалению, скостить это все. Да, и они же не играют не за свой клуб, который... Тем не менее, дисквалификация у них остается. Продлеваться она никуда не сгорает. Хорошо, что узнали об этом сейчас. Они когда приехали в Дзержинск, привезли футболиста, а он играть не может. Или вообще сыграли матч, набрали очки, и будет очень обидно. Там за день, за два уже бумаги приходят, сколько кто пропускает. Ну, мы знаем случаи, когда и в премьер-лиге выходили игроки, которые пропускали тур из-за дисквалификации по этому случаю, и не единичные. А сам игрок, он не обязан сообщать о том, что у него имеется такой багаж? Вообще, он, наверное, должен сам сказать. Вместе игрока, конечно, он, я понимаю, вот игрока встать. Чтобы потом команду-то не подставлять свою, да? Как бы что ни вышло, там, зачем вот эти, что могут подписать, зарплату меньше сделать, там какой-то штрих вот этот негативный, посылать руководству. Конечно, футболисты не хотят сами, и поэтому я их понимаю, что они об этом сами не говорят. Хотя, конечно, с другой стороны могли бы сказать. Я прошу прощения, у нас сейчас будет небольшая реклама, она продлится всего лишь полторы минуты. Напомню, что мы говорим с Виктором Булатовым, главным тренером футбольного клуба «Динамо Киров», и генеральным директором клуба Егором Дрожачих. Продолжим нашу беседу через полторы минуты. Продолжаем наше общение с представителями футбольного клуба «Динамо Киров». Главный тренер Виктор Булатов и генеральный директор Егор Дрожачих и Антон Погодин с нами. Вернее, мне помогает в первую очередь общаться с нашими гостями результативно и качественно, как, в общем-то, в спорте все у нас происходит. Обсуждали сейчас в перерыве, возможно, какие-то неудобные даты. Но что поделаешь, раз уж назначены такие высшестоящие начальства. Будем играть в футбол в перерыве и в октябре, и в ноябре. Кстати, вы как-то уже интерес, поддержку местных болельщиков чувствуете? Может быть, на улицах узнаете? Клуб, Виктор Геннадьевич. Нет, больше Валерича спросить. Я, честно говоря, весь в работе, голова кипит. И так интересуется. Не знаю, может, кто-то там уже подходил, какие-то советы, рекомендации давал. Нет, пока еще не подходили. Меня не узнают. Но, честно скажу, поддержка чувствуется. Даже на контрольную игру товарищескую, которая у нас была 2 июля, с Динамо М, болельщики были готовы прийти. Но у нас, видите, тренировочный процесс там. И это еще все-таки... Не совсем зрелищное мероприятие. Да, ну то, что... Не совсем публичное. Да, еще не такое, что стадион не нашим, да, находится в подчинении. Мы пошли на уступки там уходителям, да, чтобы не было такого, чтобы пришло много болельщиков, а нам пришлось бы там как-то не очень комфортно чувствовать перед ними. Можно... По твоим оценкам, костяк вот таких заядлых болельщиков футбольных, какой у нас в городе? Это несколько сот, несколько тысяч человек. Я думаю, что в тысячах, наверное... В тысячах, да? Все-таки... Нет, нет. В тысячах, наверное, все-таки измерять пока не стоит. По опыту прошлого года, когда Динамо играла в Золотом кольце на Динамо, на матчи ходило там от 500-700, там до 1000, может быть, в районе 2000, да. В общем, интерес есть. Было, да. Но не забывайте, что Динамо играла все-таки в центре города, и многие привыкли ходить на Динамо. А как сейчас будет складываться ситуация с игрой на Виатшор на стадионе, это вопрос. То есть я думаю, что многое покажут первые игры, если Динамо заинтересует всех своей игрой, если болельщики увидят, что команда не безвольная, не проигрывает 7-0-5, то я думаю, что они и на Виатшор, на стадион Факел тоже придут, поддержат команду. Плюс не забываем, что у них есть активная группа поддержки, которые наверняка и на ВСП едят, поэтому про них тоже не нужно забывать. Виктор Геннадьевич, у меня вот такой вопрос еще был по поводу контрольных товарищеских матчей. Насколько я знаю, удалось провести всего два таких матча. Один против молодежного состава Динамо, второй против Рубина-2 играли в Казани. Вообще, насколько показательны сами товарищеские матчи, как завершились и какие выводы смогли сделать из них? Ну, наверное, можно говорить только об одном полноценном спарринг-партнере, это Рубин-2. В силу логистических проблем мы старались, пытались, я пытался и с Ижевским связываться, и с Москвой какие-то мы варианты прорабатывали, слетать на один тамаришский матч, да какие-то варианты там. Вообще, фантастически, что мы там арендуем поле, лишь бы кого-то завлечь в Москве, играть. Но чисто логистические проблемы помешали нам договориться, и только один матч. Что касается молодежки, ну, там это не совсем корректно так говорит, мы играли между собой, то есть просто разделили, от сколько вот у нас есть основных футболистов, и добавили там 5-6 человек из молодежки, играли двусторонки между собой. А так вот один полноценный матч с Рубином-2. Надо сказать, что Рубин-2 очень крепкая команда, но первый тайм мы 1-0 выиграли, да, второй тайм уже там у нас приехало много просмотровок, футболистов стали просматривать и проиграли в игру. Ну, здесь, конечно, пока... Какой итоговый этот счет? 1-3. 1-3 проиграли. Здесь, конечно, результат мы... Внимания большого не обращаем, но в первом тайме, вот там второй отрезок первого тайма нас порадовал, был виден рисунок, какой-то вот за этот отрезок мы будем цепляться, который вот в свой стиле, я думаю, что все-таки нам удастся играть, показывать свой ярко-отличительный футбол. Вот хочется играть первым номером, навязывать свою игру. Ну, я думаю, нам это по силам. К какому вообще сценарию развития событий готовитесь? Можно ли об этом говорить? Ну, не знаю, вот будет ребята, ну, так, в средних параметрах играть, либо какие-то не очень хорошие результаты показывать. Я вообще уже спрашивал, в какой футбол будет играть Динамо, он сказал, что оно будет играть в правильный футбол. Давайте еще раз повторим, что это такое правильный футбол. Мне кажется, что все равно главный тренер должен готовиться к любому, да, раскладу, к любому развитию событий. Это более шутка была. Это просто у нас такое выражение... Правильный футбол. Да, там спорили, какой больше оборонительный, атакующий футбол. И все пришли ко мнению, что более актуальное выражение правильный футбол. То есть, когда команда обороняется, должна правильно обороняться. Когда команда атакует, и быстрые ответные атаки, и позиционно должна все уметь. Поэтому правильный смысл этого выражения. Исходя из ситуации, команда должна адекватно и максимально плодотворно действовать на поле. То есть, не зацикливаться только на одной какой-то стратегии. В целом, я повторюсь, у нас собрались футболисты, которые могут играть первым номером в атакующий футбол. Меня беспокоит только одно. Это именно футбол, понимаешь, что это прежде всего движение. Не хватает чуть времени подготовить физически. Чтобы такой футбол показывать, команда должна более-менее в однородном физическом состоянии находиться, чтобы уметь показывать этот футбол, чтобы навязывать, открываться, где-то опережать. Без движения футбол мертвый. Какие бы футболисты под этот футбол ни были, техничные, собранные. Но прежде всего это движение и их функциональное состояние. Вот этот момент он больше беспокоит. В чем сейчас процедура подготовки ребят заключается к предстоящим играм? Вы их нагружаете как следует сейчас? Много было, я не сказал, что какие-то большие нагрузки были, потому что все в разном состоянии пришли. И просто футболисты разные функциональные возможности индивидуальные. Сейчас стараемся привести к одному знаменателю. Сейчас вышли на финишную прямую. Сейчас задача уже этот микроцикл провести именно конкретно к игре. Ложка называется, что такое выражение, ложка горяча к обеду. Именно вот уже попадать в состояние именно конкретному дню 22 июля. Мне почему-то про галкиперов хочется спросить, кто у нас на этих позициях? Пожалуйста. Вратарь, на мой взгляд, блин. Полкоманды. Один вратарь у нас это Иван Фололеев, кировский воспитанник, а второй это Григорий Киваев. Откроем секрет. Откуда он? Он пришел нам из команды Нижнекамска. Как их поведение, их уровень? Задатки очень хорошие и у того, и у того, и у того, можно сказать, что пока не хватает игрового тонуса, игровой практики. Зачем они, в принципе, и пришли в оба сюда. Поэтому я думаю, что от игры к игре ребята должны прибавлять. А вы, кстати, сторонник ротировать галкиперов в воротах? Или кто-то будет первым номером? Я думаю, большинство тренеров в этом вопросе консерватора. Здесь должен быть вратарь номер один. То есть как встал, игрок, так все. И защитники должны чувствовать, сыгрываться. И вратарь должен чувствовать, что он номер один. Хотя я знаю, что многие тренеры, когда при прочих равных вратарях, условия, когда вратари равны, первый и второй номер, они ротируют. Но я за то, чтобы все время номер один был. На 95%, да, вы сказали, закрытые позиции. Кого еще все-таки не успели? На какие позиции пригласить? Ну, здесь может быть одна вратарская позиция. Вот, как бы, третий вратарь. Третьего. Да, третий вратарь. И один атакующий футболист может появиться. Ну, это все в ближайшее время. Да. Первые игры пока должно произойти. У меня вот еще какой вопрос. Пара минут у нас еще есть. Да, у многих выдающихся игроков, когда они становятся тренерами, возникает проблема, как донести свои мысли. Приведу в пример Тириан Ри, выдающийся футболист, но когда он работал главным тренером Монако, он не мог зачастую показать, рассказать, объяснить то, какой-то простой финт, который он сам выполнял, ну, до игроков не мог донести. А есть ли у вас такая проблема, насколько удается донести свои мысли до игроков? Замечательный за собой, да? Есть, но я, может, нескромно, ну, как бы скажу про себя, что у меня не было таланта, там, что у меня с рождения я все мог, умел, там, и непонятно, откуда у меня что взялось. Я считаю, что я всего, что добился, своим трудом, именно понимаю, за счет каких ступеней ты можешь подниматься в карьере, за счет каких, там, детальных упражнений, каких наработок, поэтому в этом плане, мне кажется, я смогу объяснить, смогу объяснить, донести только надо время. Ну, кстати, главный тренер еще и подбирает ведь свою команду тренерскую, да? Тренерский штаб, да. Тренерский штаб, да, тренерский штаб. Как у вас обстоят дела с тренерским штабом? Ну, да, здесь спасибо руководству клуба, что дали мне возможность привезти своих помощников, плюс есть местный Константин Валерьевич Оленев, да, который здесь работал главным тренером, и мы с ним вместе работаем. Нашли еще общий язык. Да, общий язык нашли и работаем, да, и плюс привез двоих помощников, тренер по вратарям Андрей Владимирович Коварен, который сейчас работал в Велесе, и Владимир Васильевич Бабушкин из Москвы. Ну что ж, только успехов нашей команде остается пожелать. Еще раз напомним, 22 июля, выездная в Дзержинске, Нижегородской области, где можно график увидеть, где можно следить. Потому что в социальных сетях клуба все есть, да, все опубликовано. Следите. Плюс читайте в телеграм-канале Погодин. Телеграм-канал Погодин, да, безусловно. Благодарим, спасибо, удачи, Виктор Булатов, главный тренер футбольного клуба «Динамо Киров» и генеральный директор клуба «Егор Дрожачих». Спасибо, что сегодня пришли к нам, пообщались. Спасибо за это. До свидания, спасибо, Василий. До свидания.